23 ноября поезд Победы вернулся на Белорусский вокзал, откуда месяц назад он стартовал в свое первое путешествие. За это время поезд посетил 13 городов, среди которых Мурманск, Санкт-Петербург, Курск, Новороссийск, Керчь, Севастополь. Порядка 8 тысяч человек смогли ознакомиться с экспозицией лично. Российское историческое общество, конечно, очень важно, чтобы как можно больше реализовывалось проектов, направленных на сохранение памяти о прошлом, на популяризацию нашего знания о нем. Правильно и очень хорошо реализована здесь вот эта задумка рассказать людям, в первую очередь, конечно, молодому поколению, о войне так, чтобы каждый почувствовал личное отношение к этому делу. Этот формат придумали 6 лет назад. В Петербурге мы все в кабеле соединили его через аудиогене. Меня попросили придумать это как в поезде. Задача показалась сначала невозможная, потому что всего 2,60 рабочего пространства. Ну, вы сделали невозможное, вы из невозможного сделали возможное, и это действительно, на мой взгляд, самое важное, что у меня такое причинение. Мне хочется взять своих пятерых внуков и привезти их сюда. На торжественную встречу передвижного музея пришли заместитель Министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда истории Отечества Константин Могилевский, вице-президент Российской Академии наук, директор Института археологии РАН, член Президиума РИО Николай Макаров, а также президент Фонда памяти полководцев Победы Наталья Конева. Знаете, наверное, миссия Российского исторического общества заключается в том, чтобы донести до нынешних поколений то, что, может быть, они не получат в других каких-то обстоятельствах. Они, может быть, не прочитают это в книге, может быть, они не будут сидеть в архивах и выкапывать эту информацию, но они пришли сюда, и они погрузились в эту удивительную атмосферу, и вот эта атмосфера точно поможет нашим молодым ребятам и девчатам ощутить, как это все было, насколько это живо, настолько это проходит через судьбы людей, действительно это так. Вот этот поезд нам точно показывает, как важно не забывать исторические наши основы, не забывать нашу память и не забывать тех людей, которые совершили эту победу. Поезд Победы – единственная в мире инсталляция о роли железнодорожного сообщения в годы войны. В основе экспозиции – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя стала Елена Чухнюк, машинист паровозной колонны, возившей во время войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Каждый вагон в составе поезда музея рассказывает о событиях 1941-1945 годов. Часть экспозиции музея – мультимедийная. Всех людей, которые ехали на фронт, они здесь в этих вагонах, в этой одежде, как они выглядели, какое выражение их лиц. Очевидно, что авторы брали фотографии и показывали это, как это было. А потом вот эти военные вагоны. Там ведь подлинные вещи. Где сейчас мы с вами можем увидеть и потрогать эту подлинность? Этот проект – это замечательный способ погружения в атмосферу победы, в атмосферу войны, который удивительно точно и тактично передает дух этого времени. И без новых музейных поисков мы не сможем передать память об этом времени новым поколениям, потому что музейное дело тоже меняется, оно тоже требует поисков, требует новых форм. Это дело та же команда. Это «Невский баталист», это новое слово, вообще говоря, в музейном деле. Вот это то, что сейчас очень востребовано, то, что было сделано в Петербурге, потом на Поклонной горе, теперь вот здесь. Да, это просто замечательный такой подход, очень новый. В Москве поезд простоит до 1 декабря, после чего отправится на плановое техническое обслуживание. За 8 дней экспозицию смогут посетить все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте проекта поездпобеды.рф. Продолжение следует...